Здравствуйте. У нас сегодня разговор, такой вот серьезный, от спецслужбах США. Ну, в общем, тема почти что про шпионов. И у нас в гостях специалист по этому вопросу. Николай Леонидович Сёмин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук. Вот такой вот замечательный институт. И параллельно он еще доцент, как и положено, зам декана факультета, как это, международной политики? Мировой политики. Мировой политики. Вот гуманитарного университета, так он называется? Академического университета гуманитарных наук. Вот так вот. И по этим вещам он еще и специалист. Вот замечательно. Скажите, пожалуйста, Николай Леонидович, а вот когда разведка вообще появилась? Ну, в частности, в США, для сравнения, в России и вообще в мире. Если говорить о современных институализированных органах соответствующих, то есть те, которые были неким образом оформлены, то это, конечно, XVI век Англия. Это при Елизавете I, это ведомство, так сказать, при Королевском тайном совете, английская разведка, которую возглавил сначала Уильям Сесил, лорд Берли, потом его сменщик, сэр Фрэнсис Уолсингем, ну и такие достаточно легендарные личности в истории разведки. И дальше они в европейские, если брать спецслужбы, развивались в соответствии, конечно, с потребностями государств. Сначала абсолютистских, потом демократических, более-менее и так далее. Что касается Соединенных Штатов, если мы сейчас говорим об этом, то, конечно, история американских спецслужб определялась, во-первых, молодостью самой страны, которая как государство существует с 70-х годов, как вы знаете, 18-го века. Но самое главное, конечно, не это, потому что разведывательные органы были еще и в армии Джорджа Вашингтона, боровшиеся против англичан, это понятно. Именно агентурная разведка, да? Всякая. В всех направлениях. Военная и агентурная тоже. И агентурная тоже. Все это было еще в те времена. Но самое главное другое. Вот если сравнить с той же Англией, которая в 19-м веке мировая держава, и вплоть до середины 20-го века мировая держава, и соответствующие потребности у разведки. Всеохватные, глобальные, я бы сказал. Соединенные Штаты весь 19-й век и начало 20-го века – это период внешнеполитического изоляционизма. Это страна, которая жила своими проблемами. Если и были внешнеполитические интересы, то они дальше американского континента не выходили. Причем я имею в виду и Северную, и Южную Америку. Америка для американцев. Да, совершенно верно. Они руководствовали знаменитой доктриной Монро, потом доктрины Теодора Рузвельта. Мы сейчас об этом говорить, наверное, не будем. Короче говоря, что американские спецслужбы, разведка в частности, не носила глобального характера. Она не была востребована, как это было в Англии, например, в том же 19-м веке. И глобальность ей придали новые условия исторические, которые сложились только в 30-х годах 20-го века. То есть в конце Первой мировой войны еще этого не было. Америка имела спецслужбы. Америка имела спецслужбы, имела и разведку, и контрразведку. Ну, скажем так, что одними из первых американских спецслужб в нашем нынешнем понимании, то есть особых органов государства, которые наделены рядом полномочий на соответствующую деятельность. Первые эти органы в Америке появились в 60-е и 70-е годы 19-го века. Ну, во-первых, сразу после, еще в ходе гражданской войны между Севером и Конфедерацией, после убийства Линкольна, появляется фактически первая исторически американская спецслужба. Это знаменитая и по сей день существующая The US Secret Service, секретная служба США, которая занимается и с тех пор, и по сей день физической охраной высших должностных лиц американского государства, президентов, вице-президентов, их семей, там и ряд других по закону, все это определено. Второй, кстати, она еще занимается охраной финансовой системы, обеспечением безопасности финансовой системы. Одному американскому журналисту в свое время пришел в голову такой образ. Секретная служба США занимается охраной двух главных ценностей Америки, доллара и президента. Второй по времени стала собственно разведывательная служба, так называемое Бюро разведки и исследований Госдепартамента, то есть при внешнеполитическом ведомстве Соединенных Штатов, Bureau of Intelligence and Research. Оно в 70-х годах прошлого века существует и также по сей день. Прошлого или позапрошлого? Позапрошлого, конечно, извините, привычка. И не как еще до сих пор так сказать. Да, еще в 20-м веке уже то увидели. Конечно, позапрошлого, 19-го. Это небольшое подразделение, оно всегда было небольшим. Оно не занимается агентурной разведкой, вот то, о чем вы, по крайней мере, что вы, наверное, имеете в виду. Оно анализирует информацию, получаемую по дипломатическим каналам. Но это очень серьезное подразделение. Оно в структуре Государственного департамента Соединенных Штатов. И сейчас там же находится. Что касается контрразведки, то есть тех ведомств, которые выявляют иностранный шпионаж, борются с посягательствами на национальную безопасность и другими, так сказать, вопросами национальной безопасности занимаются, то Америка здесь представляет собой, как и в ряде других вопросов, достаточно уникальное явление. Дело в том, что в ходе войны за независимость, простите, все той же гражданской войны между Севером и Югом, помните, наверное, армии Ли, армии Гранта и так далее, американцам, северянам, прежде всего, пришло в голову использовать на государственной службе абсолютно частную структуру, знаменитое и всем нам хорошо известное агентство Пинкертона, которое было, то, что в нашем понимании сейчас частным детективным агентством, получило определенную известность, так сказать, и стало таким credible, вот, my poor Russian, как говорится, значит, надежность определенная, да, и американцы, не имея, собственно, а ведь южане ведут активную разведку, проникают и в армии, и в штабы Гранта, и куда угодно, в политическую систему, ну, достаточно сказать, что большинство историков склоняются к тому, что убийца Линкольна, актер Уильям Бут, был прямым агентом южан. Так вот, с этим всем надо было бороться. Ну, вот, видите, в случае с Линкольном ничего не удалось сделать. И вот Пинкертоновское агентство, частная структура, это, кстати, вообще очень характерное для Америки явление, они и сейчас любят, эта тенденция развивается, привлекать к выполнению государственных функций, привлекать частника. Ну, это тема отдельного разговора. Потом, если мы продолжаем разговор пока не о разведке, а о внутренней безопасности, потом в 1908 году создается прообраз нынешнего знаменитого ФБР. Это, оно было BI, Bureau of Investigations, бюро расследований, еще не имело буковки F вначале. И работало там меньше 20 человек, на самом деле. В каком году? В 1908. В 1908. Три года назад ФБР отмечало столетний юбилей. Столетний юбилей. Становление контрразведывательной, контртеррористической и вообще антикриминальной службы в федеральном масштабе связано с именем Эдгара Гувера, бессменного в течение долгих десятилетий директора ФБР, который занял этот пост в 1924 году и ушел с него в 1971 по причине смерти. То есть это абсолютный рекорд для мировых спецслужб. Никто больше никогда не руководил спецслужбами. Можете посчитать, скольких президентов пережил Эдгар Гувер на посту директора ФБР. Менялись директора ЦРУ, других спецслужб, руководителей, а Гувер все сидел. Но на самом деле он сделал действительно очень многое. Он сделал ФБР уникальной федеральной полицией Соединенных Штатов. Ведь в США нет полиции в нашем понимании на федеральном уровне. МВД вот так. Совершенно верно, да. Там полиция действует на уровне Штатов. А вот ФБР это федеральная полиция. У нее очень широкий круг обязанностей. Это и контршпионаж, и борьба с терроризмом, что естественно сейчас для всех американских спецслужб. Это борьба с так называемым, очень интересно они выражаются, white collar crime, беловоротничковой преступностью. Это борьба с коррупцией в высших эшелонах власти. Это борьба противодействия и выявления, и естественно расследования преступлений, наиболее тяжких насильственных преступлений. И вообще большинство преступлений, выходящих за рамки одного штата. Но там еще есть такое понятие организованной преступности. Совершенно верно. Это тоже прерогатива ФБР. Это тоже прерогатива ФБР. И о взаимоотношениях ФБР или федералов, как их американская полиция особенно любит называть, можно видеть по фильмам. Даже, которые мы все с вами много раз смотрели. Какая-нибудь полиция над трупом возится в штате, и вдруг появляются ребята с надписью FBI. И они обычно в кино там, но это на самом деле так. Они говорят, о, вот теперь федералам все придется передавать. То есть это значит, что это преступление заинтересовало ФБР. И от полиции штата это придется отдать на федеральный уровень. Что касается вашего вопроса о разведке. Внешнеполитический изоляционизм определял, как я уже сказал, и структуру, и задачи разведки. В 19 веке, когда Америка не выходила в своих внешнеполитических интересах за рамки континента, все ограничивалось выполнением разведывательных функций некоторыми подразделениями военного ведомства. И военно-морского ведомства. То есть они вели вот эту разведку. Обычно это шло через атошаты, систему военных атошатов в разных странах. Опять-таки федерального и глобального, что самое главное, ведомства специально разведывательного в США не было. И даже Первая мировая война не способствовала его созданию. Потому что после нее Америка опять ушла в изоляционизм. И президент Вильсон, и Конгресс с ним согласился, четко утвердили американскую внешнюю политику, основанную на доктрине, ну, смысл которой сводится к тому, что нам, нас не интересует ни одна из угроз глобальных, если она не несет прямой угрозы территории Соединенных Штатов. А отсюда, естественно, логично вытекает, что и нам и не нужна глобальная разведка. Но это, кстати говоря, разительно различается с современной политической установкой. Естественно, вот можно сделать вывод. Посмотрите, прошло менее ста лет. Еще нету ста лет до того момента, когда Америка перестала быть вот в этой самой внешнеполитической зале. По крайней мере, Эдгар Гувер как раз всю эту эволюцию проследил из своего отпуска от кресла. Конечно, но он занимался, конечно, внутренней безопасностью. Возвращаясь немножко к нему, скажу, что, во-первых, с его именем связаны и знаменитые лаборатории ФБР, и криминалистические центры. Это уникальная база данных улик, которой пользуются все спецслужбы и правоохранительные органы Соединенных Штатов. Равного практически нет в мире, да, вот этого база данных. Это все создавать начал Гувер. Еще в до, естественно, вы понимаете, компьютерную эпоху, все это на уровне картотек создавалось. Кроме того, и знаменитая академия ФБР в городе Куантика, также им было создано криминалистические, как я уже сказал, лаборатории, центры и так далее. И что самое главное, он в конце 20-х, в начале 30-х годов, а это время кризиса, это разгул преступности, безудержный в Америке, разгул преступности. Он был связан и с итальянской мафией, со всеми этими ставшими уже нарицательными Аль Капоной и так далее. Это разгул был связан. Разгул, конечно, да. Да, потом я подумал, что... Нет, так вот Гуверу пришлось с этим бороться. Это была главная задача ФБР в конце 20-х, в начале 30-х годов. И ему удалось справиться вот с этой уличной преступностью, с этой бесконечной угрозой безопасности жизни и имущества американцев. И этим он, конечно, утвердил ФБР в качестве, ну, ведущего, наверное, органа. Кстати, последние годы его службы, мне кажется, они были, как, мягко говоря, омрачены всякими нападками со стороны, так сказать, прессы. Я вот помню, обвиняли его в чём-то-то, ну, в незаконном послушивании. И что он какую-то книгу за него кто-то написал за зарплату, а он получает гонорары. Было, было. Ещё чего-то там такое. Было. Ну, прежде всего, с именем Гувера связан один из самых мрачных периодов американской истории, 50-й, 53-й год, маккартизм. Охота на ведение. Конечно, это там же ведь не один сенатор, Джозеф Маккарти всем этим занимался. Все материалы по так называемой антиамериканской деятельности готовились в ФБР. И Гувер там играл колоссальную роль. Очень интересная была формулировка Маккарти и примкнувшего, как бы мы сказали, к нему Гувера, против кого они тогда боролись в период маккартизма, 50-й, 53-й год. Значит, они говорили о том, что мы ненавидим или не хотим иметь ничего общего со следующими категориями. Reds, Mads, Eggheads, Bohemians, Homos and Spice. Значит, красных, сумасшедших, гомосексуалистов, все в один ряд были поставлены, представителей богемы, яйцеголовых. Ну вот богемы, яйцеголовых, почему сюда? Как Маккарти, так и Гувер ненавидели эту публику. Вот так, да? Вот всех этих, как они выражались, длинноволосых музыкантиков, всех этих сумасшедших художничков и так далее, и так далее. Это вот такой был период. А кроме личного отношения с точки зрения контрразведывательной, контркриминальной деятельности, чем плохи яйцеголовые или волосатики с гитарами? Ну, а потом Америка вообще, как известно, переболела маккартизмом. И американская система вышла, так сказать, в общем-то, надо сказать, с честью. Там, самого Маккарти в результате обвинили в том, что... Ну, правда, очень изящно обвинили в неуважении к коллегам. Вот. Так что, конечно, этот период больше не возвращался, но ведь с именем Гувера и ФБР связано многое другое. И убийство Мартина Лютера Кинга, и преследование антивоенного, и движение за гражданские права уже в 60-е годы, когда в период войны во Вьетнаме. Вот. Там много чего было связано с этим. Ну, Элвис Пресли, в частности, был большим другом Эдгора Гувера. Да, и говорят, постукивал на Битлз. М-м-м. Вернемся к разведке. Конечно, к разведке. В 30-е годы, вот, когда Америка при Франклине де Лана Рузвельте начала выходить на международную арену, когда мировая обстановка, это всем известно, накалилась до пределов, когда Вторая мировая война стояла на пороге, Черчилль там обивал пороги, кого бы, еще не будучи премьер-министром. Делал все возможное, чтобы сколотить коалицию еще до начала Второй мировой войны. Антигитлеров. Да, его мало слушали тогда. А зато потом, когда начались бомбардировки, сразу английский народ призвал его в премьер-министр. Так вот, ему все-таки многое удалось, Черчиллю я имею в виду. Он убедил Франклина де Лана Рузвельта в необходимости, была подписана, вы знаете, «Атлантическая хартия» в 41-м году. И на этом же фоне Америка начала создавать первую и сразу, как это все делается в Америке, глобальную, всеохватную военную разведку. Она была, конечно, в тех условиях, она другой быть не могла, именно военной. В Англии, например, к тому времени уже существовала чисто политическая разведка, MI6, известная как Ми-6. Но в то же время, во время войны, они создали УСО, управление специальных операций. Это была военная английская разведка. А вот Франклин де Лана Рузвельт, после вступления США в войну, в 41-м году, после Пёрл-Харбора, по предложению, на основании записки, которую ему подал очень известный в американской истории, истории спецслужб, человек по имени Уильям Донован, подписал директиву о создании глобальной военной разведки. Это ведомство стало называться, сокращенно, УСС, управление стратегических служб Соединенных Штатов. Оно охватило, как я уже сказал, весь мир. Было, нет возможности, конечно, и не нужно, наверное, перечислять все подразделения. Они были по географическому принципу созданы. Ну, достаточно сказать, что направление работы УСС не только Европа, где разворачивались основные события, да, они тут же создали резидентуры и свои миссии в Африке, в Индокитае, в Индии, чем тут же напрягли, кстати, англичан. Потому что они сразу поняли, что эти нахальные американские парни лезут уже к их жемчужине, которые, так сказать, жемчужине британской короны в Индию. То есть, огромный охват. Они в контакте с англичанами, вот с этим самым управлением специальных операций, УСО, в Европе начали готовить диверсионные отряды, диверсионные группы, забрасывались в немецкий тыл и сделали очень многое с той западной стороны. Они поддерживали партизан в Италии, во Франции, в Норвегии, которые боролись с гитлеровцами. Это все была работа, тайная работа. Нам вот известно, теперь уже известно многое о зафронтовой работе наших спецслужб НКВД и НКГБ в годы войны. Это известно по мемуарам Павла Судоплатова и много другим. Но американцы и англичане проделали тоже очень большую работу со своей, с той западной стороны, еще до открытия, естественно, Второго фронта. УСС к концу войны, уже в 1945 году, когда Вторая мировая война закончилась, прекращает свое существование. Его функции распределены были уже при Трумане, между Госдепартаментом, ну, как бы политические функции, и чисто военные функции разведывательные были отданы Пентагону, Министерству обороны. Но это продолжалось, на самом деле, всего два года. В 1947 году принимается основополагающий законодательный акт в истории не только спецслужб, но вообще внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов. Он так и назывался, National Security Act, закон о национальной безопасности, 1947 года. Согласно этому закону был создан знаменитый орган СНБ, Совет национальной безопасности, который сейчас курирует всю национальную безопасность Соединенных Штатов, военную. Военные вопросы, разведывательные, дипломатические, готовит важнейшие документы в этой области. Ее повседневной работой СНБ руководит помощник президента по национальной безопасности. Это очень высокая и очень значимая должность в США, Джим Джоунс сейчас такой. Но этим же актом, помимо СНБ и много другого там, что было написано, создано то самое всем нам хорошо известное ЦРУ. Но с 1947 по 2005 год ЦРУ, еще раз подчеркну, как бы полуформально возглавляло все разведсообщество. И директор ЦРУ, которых много сменилось за эти годы, почему-то все считают, что Аллен Даллес был первым директором ЦРУ. Это совсем не так. Он стал директором ЦРУ только в 1953 году. За 6 лет до него сменилось там еще несколько директоров. Но правда он долго пробыл на этом посту, почти все 50-е годы. Так вот, до этого директор ЦРУ, до начала реформ при Джорджа Буша-младшем в 2005 году, до окончательного реформирования, директор ЦРУ параллельно носил титул директор центральной разведки. Вот такой был титул. Он как бы отвечал перед президентом, ну прежде всего, конечно, перед президентом, за деятельность всех остальных разведывательных обществ, которых было всегда в Америке очень много. Был такой директорат специальных операций, который журналисты все те же американские очень хорошо в свое время окрестили «Dirty Tricks Department». Грязных дел. Департамент грязных дел. Вот ему на его, так сказать, совести то, о чем вы говорите. И свержение Масадыка, и много-много чего, и Хакоба Арбенса в Гватемале, и много чего было. Вот то, что, наверное, и Сальвадора Альенда, и так далее. Но его нельзя путать с нормальной, скажем так, агентурной разведкой, которой прежде всего занимается ЦРУ. Это разные вещи, потому что есть понятие «тайная операция», оно сложное, там профессионалы до сих пор спорят вообще, что это такое. Но как бы то ни было, американцы, они законопослушные люди, они все любят приводить в законные рамки, чтобы даже такие вещи были легализованы. То есть даже преступление было делано? Ну, есть такая у них тенденция. В частности, в 1981 году Рейган еще подписал директиву о том, что такое «тайные операции». То есть там все было по полочкам разложено, что это операции американских или специальных органов и так далее, которые проводятся в интересах правительства Соединенных Штатов, и о которых там никто не должен знать, я, конечно, не цитирую не точно, но смысл был в том, что они попытались в законное русло, придать законность фактически незаконным действиям, ну, с точки зрения любого человека. Ну, вот, между прочим, время нас с вами кончилось. Ну, что ж, ой, ну как, это я такой говорун оказался. Не, ну, хорошо очень так рассказали. Ну, про реформы-то надо было, конечно, про реформы. Да, но, может, даст Бог в следующий раз как-нибудь. А давайте вторую часть сделаем про реформы, не сегодня, естественно, а потом? Давайте. То есть это будет как бы продолжение? Давайте. Вторая часть? Да, 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 да. А потом, если будет возможность, вы пустите, ну, в два вечера подряд, или я уж не знаю, какой там режим. Ну, или как-нибудь, да. Ну, да. Много наговорил. Ну, вам надо было меня как-то... Ну, вот. Я про реформы все-таки, вот, дело все в том, что... Попрощаюсь сейчас с вами тем не менее. Да, конечно. Ну, вот так вот. Ну, спасибо вам большое за то, что рассказали. Ну, действительно, прям замечательно было, так слушал бы, слушал бы. Кстати говоря, нормальная вот половинка лекции, да, вот как это? Ну, в общем, да, если брать в самом таком общем, в кратком очень виде, в конспективном, то это именно так, да. Вот спасибо вам большое за внимание, и публике нашей тоже, в общем-то, спасибо за то, что нас посетили. Всех благ, до свидания. До свидания.